Всем доброго утра! У нас вроде бы была отличная погода, солнце, весна. Мы даже выходили гулять без курток уже, без шапок, но, к сожалению, снова похолодало, лежит снег, очень холодно. Раз в неделю у меня обязательно утро начинается с документации. Те документы, которые нужно отправить почтой, я расписываюсь, далее заполняю все конверты, ну а Фёдор потом уже всё отправляет. Не люблю оставлять это на конец месяца, потому что сейчас у меня это занимает примерно минут 30-40, а если оставить на раз в месяц, то я на это полдня потрачу. И раз в неделю я веду, заполняю свой ежедневник, я вам уже показывала, записываю туда наши планы на неделю, плюс то, что я буду готовить. Мне так легче, намного, чем, знаете, к примеру, проснулась и думаешь, что же приготовить. Лучше на неделю выделить немного времени, подумать, сделать список продуктов, что нужно купить на неделю обязательно, чтобы, когда ты уже начала готовить, не бегать в магазин. Тем более сейчас Фёдор работает на хуторе, в основном он там, машина там, я пока не вожу машину, и магазин у нас не близко, поэтому я всё планирую заранее. Ну и в плане у меня ещё сегодня уборка в гардеробной комнате, да, мы наконец-то закончили ремонт в детской уле Руськи, и сегодня она переезжает. То есть все вещи я уже там развешу, поглажу. Конечно, саму комнату мы покажем в отдельном видео, Фёдор уже готовит, и видео с Тёмочкиной комнатой и Леруськиной. На это уходит очень много времени, потому что нужно скачать огромное количество видео, пересмотреть всё, потом всё смонтировать. Знаю, что многие ждут, многие просят, уже совсем скоро, мои дорогие. Ну и гардеробная комната теперь получается наша с Фёдором, тут только наши вещи, а гардероб деток в их спальнях. Тёмочка прям очень рад, что постоянно сюда не нужно бегать, и в спальнях, если есть возможность, конечно, шкафы должны быть. Мои дорогие, сегодня хочу вам показать банный набор от компании Дуберай, который я заказала в подарок. Я в таком восторге от упаковки, что не описать словами. Вы посмотрите, какая красота! В состав этого набора входят премиум веники, берёзовый, дубовый, эвкалиптовый, банная шапка, рукавица, коврик, натуральное мыло, запарка банная пихта, запарка банная можжевельник и древяной напиток. А какие запахи стоят по всей комнате, вы даже не представляете. Мне кажется, это отличный подарок тем, у кого есть баня, ну или кто любит ходить в сауну. Мы даже решили себе наборчик прикупить. Феники высококачественные, дубовый укрепляет иммунитет, берёзовый и эвкалиптовый обладают антисептическими свойствами и успокаивает нервную систему. Бренд Дуберай 10 лет на рынке товаров для бань, саун и спа. Сами являются производителями, всегда в наличии более 100 видов веников, трав и аксессуаров. Дуберай является победителем фонда немалого бизнеса Альфа-банка. В этот фонд может подать заявку любой предприниматель. Можно рассказать историю своего бизнеса. И если банк вас выберет, вы получите рекламную кампанию от Альфа-банка. Ссылочки на сайт Дуберай и сайт фонда немалого бизнеса Альфа-банка оставляю в описании под этим видео. Обалденный, классный, как вы видите, всё правильно собрано. Они зелёненькие были, их собрали, они в себе сохранили весь запах. Я не знаю, как они это делают, либо это прям свежак-свежачком, потому что аромат стоит, как будто только что сорвали, сделали эти веники. На весь дом стоит, если честно, не хочется никуда девать, идти в баньку, чтобы вот этот запах стоял здесь в доме. Блин, обалденно, вообще просто пахнут. Ну и сами аксессуары, кстати, очень комфортные и приятные. С таким интересным логотипом, это у нас шапочка. Это у нас варежка, вот такая. Вот и коврич вот такое. Под попу положили, чтобы попка не сгорела. Хотя с такими вениками, пускай горит, мои дорогие. Не, на подарок вашим мужикам, кто особенно любит париться, кто любит баньку, я вам серьезно заценят, сто процентов, вот абсолютно. Только упаковочку открой, все. А, и они уже приехали, я серьезно говорю, они даже до бани не дойдут, они такой кайф получат. А в баньке это вообще просто супер. Поэтому сегодня я точно поеду в баню, не жди. Через недельку приеду. Еще веником закажи нам. Хорошо, не зачетно, честно, прям от души молодцы, молодцы, прям вообще красота. И давайте покажу вам свой заказ Faberlic, который я сделала в этом месяце. Новый каталог пришел вот такой красивый, для новых покупателей идет парфюм-подарок. Повторная покупка моя, порошок отлично отстирывает, мне понравился. И следующее я заказала еще парфюм для стирки. Девочки, как же вещи, постельное белье, полотенца классно пахнут. Есть еще два аромата, обязательно будет, скорее всего, в следующем заказе моем. Далее Aloe Balance, отлично для пищеварения. Я довольна, заказываю уже, наверное, разов в пятый. И маме тоже нравится. Кондиционер для детской одежды, я, честно говоря, его использую еще для полотенца. Отлично смягчает ткань. Заказала пока одну бутылочку на пробу, мне понравилось, буду заказывать еще. И новинки для меня, это вот такие гели для очищения туалета. Пока еще не тестировала, отзыв оставлю чуть позже. Ну и последнее в заказе, это посуда. Заказала вот такой ковшик, у него толстое дно. Я уже готовила с помощью него, варила заварной крем, ничего не прилипает. Ну и выглядит очень симпатично. Плюс сковородка, вот такая маленькая, буду использовать для завтраков, для приготовления зажарки. Она подходит для индукционных плит, а отзыв оставлю чуть позже. Сегодня я готовила курицу. Я взяла куриное филе, картофель, грибы. Все под сырной шапочкой в духовке. Очень вкусно получается и готовится очень быстро. Также, да, вы спрашивали, Наталья, что за ведро у вас стоит на кухне. Да, это мусорное. Мы заказали специально побольше, у нас было совсем маленькое, неудобное. А это, по-моему, на 42 литра. Федор прикалывается, говорит, ну может быть, сюда литров на 100. Ну правда, неудобно было. В день раза три мы выносили мусор, а тут получается один раз в день. И очень удобно. Плюс крышка сама открывается. То есть, приподносишь, ну подходишь к ведру, и крышка сама открывается. Удобно. Единственный минус этого ведра в том, что оно очень дорогое. Я много выбирала и на Озон, и на Валберис. И такое ведро минимум стоит 5 тысяч рублей. Минимум. Вот просили артикул, я обязательно оставлю на втором своем канале, либо в телеграм-канале. Но имейте в виду, цены они такие. Ну я имею в виду автоматические, которые... Можно купить, конечно, пластик, большое ведро, но я хотела именно, чтобы как-то смотрелось это на кухне. Вообще оно стоит за диваном. Я просто сейчас готовлю и поставила его рядом с собой. И давайте продолжим тему детских комнат. Спрашивали, какая из них получилась по плану? То есть так как мы загадали вначале, вот какая из них? Я вам скажу, что никакая. Вот правда, мы в Артёма комнате, помните, да, как мы думали, куда поставить стол. И там не вписывался, и там не вписывался. Плюс мы хотели кровать совсем другую. Плюс мы диван не рассчитывали, что мы будем туда покупать. Всё, Тёмочка сам захотел. И мы, естественно, учитывали желание Артёма. Он сразу же сказал, что у него должна быть большая кровать. Потому что он и в Сочи спал на двухспальном, получается, диване большом. И тут мы, получается, приехали, только начали ремонт. Мы, помню, поставили два больших матраса и спали на матрасах больших. Потом купили большой диван. Он спал на диване. Поэтому мы сразу же заказали двухспальную кровать плюс диван. Он захотел маленький диванчик, и мы уместили его тоже там. Я считаю, получилось отлично. У Леруськи в комнате, естественно, она ещё маленькая. И спрашивать у неё что-либо, ну, это, наверное, глупо сейчас. Она пока не понимает. Единственное, она очень любит играть в домики. Вот прям любит. Фёдор ей делал из картона несколько раз. В её спальню сделали такой домик, я даже скажу, из балдахина. Обязательно вам покажу. Получилось очень, мне кажется, симпатично. И прям вписалось в её спальню. И плюс, когда она зашла в спальню после поклейки обоев, и когда мы уже собрали мебель, первым делом она спросила, мама, а где мой телевизор? Вот эти слова я никогда не забуду, потому что у Тёмочки мы сразу прикупили ему телевизор. Мы и планировали туда его сразу. А Леруськи, честно говоря, думали немного позже. Но после её вопроса решили также тоже сразу купить. Заказали меньше дюймов, чем у Тёмочки, потому что спальня у неё намного меньше. И обед готов. В духовке всё это готовилось минут за 30. Кстати, очень удобная форма и симпатичная. Также деткам пожарила рыбку и сварила макароны. Ну и начинаю уборку в нашей гардеробной комнате. Все вещи Леры я уже организовала в её спальне. В Феде тоже освободилось место. Я всё развесила, все его костюмы, футболки, всё по отдельности. Осталось перебрать свои вещи. И давайте с вами немного поболтаем по поводу комнаты нашей. Потому что как только я говорю гардеробная, меня сразу же одни и те же девочки, девушки, женщины начинают исправлять. И говорить, Наталья, ну какая же ты и деревенская, и колхозница, что называешь это гардеробной. Хотя это прихожка. Типа, ты что, не видела, какие бывают гардеробные? Гардеробное помещение – это помещение для хранения одежды, обуви. Ну, во всяком случае, я так думаю. А прихожая от какого слова? То есть человек приходит, раздевается, снимает верхнюю одежду, вешает её. Вот эта комната называется прихожая. Вот у нас мы гардеробную, получается, комнату и прихожку соединили, так скажем. У нас там нет двери, мы не стали её делать. Если я как-то говорю неправильно и неправильно мыслю, то напишите в комментариях, кто как думает, кто как считает. Но если это прихожая, то пусть будет прихожая. От этого как бы ничего не меняется. Просто помню, как я убирала также в комнате, в гардеробной. И мы с девушкой начали переписываться. Хотя обычно на оскорбления какие-то я никогда не отвечаю. Просто прохожу мимо и всё. А тут мы начали переписываться между собой. Там ещё наши подписчики тоже присоединились. И завязалась такая переписка. И она пишет, ой, вы тут колхозницы, не знаете, что такое гардеробная комната. Вот у меня так и так. В общем, отдельная комната. Там столько-то квадратов. Вот это реально настоящая гардеробная. Я пишу, говорю, ну вот мой контакт. Говорю, в телеграме. Можете мне написать и скиньте, пожалуйста, фото. Я посмотрю на вашу гардеробную. Очень интересно. В общем, она мне пишет где-то к вечеру сообщение. Здравствуйте, вот вы просили гардеробную. Я вам скидываю. Скидывает мне фотографию и пишет. И пишет мне следом сообщений. Типа, Наталья, ну то, что ты облажалась, это факт. Нужно, типа, признавать свои какие-то ошибки. И я открыла фотографию. Естественно, я сразу же узнала эту гардеробную. Потому что это гардеробная комната человека, блогера. Вот вы представляете, она мне отправляет фотографию блогера, который живет не в России. Я ее смотрю, у нее прекрасный дом, огромный. Гардеробная там целых, по-моему, 60 квадратов. Если я правильно перевела, она делала обзор. Очень все красиво. И, естественно, я скидываю ее канал и пишу. Говорю, ну вы бы хотя бы фото в гугле взяли бы какое-нибудь неизвестное, чтобы я как-то не поняла. Потому что, ну это же гардеробная. Но там даже, понимаете, наши русские дома, они совершенно другие, чем у тех, кто живет за границей. Вот они отличаются. Ну правда. Гардеробные, кухни. Можно посмотреть, да. Дизайн, они совершенно другие, чем у нас. Естественно, она не ответила. Это было очень смешно, на мой взгляд. Потому что писать то, чего нет, это, ну у меня слов просто нет. Хорошо, пусть это будет прихожая, неважно. Ну я понимаю, когда человек пишет про то, что у него реально есть. Да, доказывает свое. Вот у меня так, вот ты посмотри, ты не права. Да, хотя в этом ничего нет такого. Ну это не гардеробная, пусть будет прихожая. Я же не спорю, ничего не говорю. Просто мы привыкли говорить гардеробное. Вот как-то так. И когда вы пишете про то, вот нужно было поставить так, нужно было купить это, нужно было купить то. Вот девушка мне скинула, даже если взять эту ситуацию, гардеробную. Ну извините меня, эта гардеробная стоит, ну вот этой девушке обошлась в 2 миллиона рублей, если не больше. Ну она, по крайней мере, в видео сказала 2 миллиона. Просто она говорит не на нашем языке, я плохо понимаю. И субтитры тоже не всегда переводят правильно. Но насколько я поняла, я в рубли перевела, где-то около 2 миллионов обошлась эта гардеробная. Вы представляете, сколько она стоит? Вот когда вы советуете что-то кому-то, вы подумайте, а есть ли у них бюджет. К примеру, я не готова отдать 2 миллиона рублей за то, чтобы там хранились наши вещи. Это я вам просто рассказала один из случаев, такой смешной, который у нас произошел. Ну и в жизни ведь тоже таких случаев много. Сколько людей вот живет, к примеру, 2 брата или 2 сестры, или там братья-сестры, к примеру, да. Вот одни живут прям очень хорошо, зарабатывают миллионы. А второй, к примеру, получает зарплату 20 тысяч рублей или 30 тысяч рублей. И вот они сидят, общаются, и один другому советуют, а вот купи вот это вот, к примеру. Или сделай ремонт там такой-то, такой-то, да. Ну как может человек, который зарабатывает там миллион, советовать другому, у которого зарплата? Тут нужно здраво мыслить, наверное, и если ты ничем не можешь помочь, лучше просто ничего не говори и не советуй. Вот, но это я все к чему? К тому, что я буду говорить в своих видео «гардеробная комната», но если для вас это прихожая, пусть будет прихожая. Я думаю, что от этого ничего не изменится. Вот, и теперь по поводу собачек, да. В прошлом видео говорили про соседскую нашу собачку, да. Некоторые написали, Наталья, пожалуйста, там, заберите ее. Она там воет, да, я вам рассказывала. Ну, я сразу могу ответить, что забрать мы ее не можем, потому что это все-таки собака с соседей, да. И мы не можем зайти во двор и просто ее забрать. И вот три дня назад, получается, приехал сосед, видимо, отпустил собаку или что. Я смотрю, она ходит на улице. И около нее еще собак, наверное, восьми или десяти. И что происходило ночью, это был ужас, на самом деле. Они начали все лаять, выть. Лера просыпается уже третий день подряд, получается, третью ночь, вернее, подряд. Мама, я боюсь. Очень слышно в нашем доме. Такое чувство, как будто мы живем в лесу, вот честное слово. И самое ужасное, что мы не знаем, что с этим делать. Вот вчера переписываюсь с подписчицей, и она пишет, Наталья, ни в коем случае не кормите их. Иначе они вообще отсюда не уйдут. Это бродячие собаки. Откуда пришли они, я не знаю. Вот последние несколько дней, я же говорю, вот сегодня, получается, четвертый день. Я смотрю, они за воротами. Но не именно прямо около нашего дома. Ну, они ходят, то около соседей сидят, то около других соседей. Самое страшное, то, что собаки все огромные и большие, и детки ходят пешком в школу. Да, Тёмочку мы сейчас забираем на машине. Вот, ну а есть детки, которых родители на работе. И если, не дай бог, нападет собака или собаки, это, конечно, очень страшно. Да, и давайте немного расскажу, что я вообще делаю. В общем, мы переставили, как видите, двери. Закрыли нашу сушильную машину. Там стояли вот эти стеклянные двери. Фёдор их переставил, наконец-то закрыл. И сюда, под стеклянными дверями, получается, я развесила свои домашние костюмы, халатики. Я их вот сейчас глажу. К сожалению, у нас здесь отключили воду. И мне пришлось догладить остальное всё на гладилке нашей. Вот, прогладить всё обычным утюгом. А спортивные костюмы, которые висели на вешалке, я все их сложила, отправила в ящик. Вообще, недавно Фёдор говорит, давай всё, говорит, собирать и убирать, все зимние вещи. Я говорю, ты что, февраль месяц только. Он говорит, да нет, уже не будет, наверное, снега, холода. Настолько было тепло, на самом деле. Ну, вы, наверное, сами по видео видели. А тут в один день встаём, и снег лежит. Я Фёдору говорю, нет, до мая месяца, мне кажется, вообще не стоит ничего убирать. Потому что я помню, как-то, то ли позапрошлом году, у нас в апреле было прям ещё холодно. Поэтому до мая месяца ничего убирать не буду. Ну, а насчёт ремонта, получается, всё везде мы уже сделали. То есть ремонт уже готов, и детский, и гардеробная комната. Да, осталось кое-что дополнить. То есть в гостиной вот у нас, получается, обои под покраску. Мы их не красили, вот одну стену, получается, выделим, она будет тёмная. И в нашей спальне тоже нужно будет доделать, потому что там также обои под покраску, которые мы специально поклеили, чтобы потом выделить какую-либо из стен. Гладила я так в быстром режиме, чтобы всё повесить на вешалке. Естественно, некрасиво, когда мятые вещи висят на вешалке. Ну, а потом нужно будет в любом случае пройтись парогенератором. Спрашивали в ручной отпаривателе, много ли воды нужно. Ну, я вам скажу, немало. Вот резервуар для воды там маленький, и постоянно приходится доливать. В этом минус. Ну, а так, конечно, он очень быстро и легко отпаривает. И напоследок, мои хорошие, я вам хочу показать замечательный, просто идеальный рецепт кекса. Вот, правда, очень вкусный. Он получается в меру влажный, мягкий, плюс сверху ещё крем. В общем, все ингредиенты я оставляю в описании под этим видео. Да, многие у меня потом спрашивают, Наталья, а зачем вы показываете рецепты, если вы не оставляете рецепт? Рецепт всегда в описании. То есть, под видео, там есть строка «Подробнее». Вы на неё нажимаете и читаете описание. Там есть также и ссылочки на те товары, которые мы показываем. И плюс рецепты, ингредиенты, что, сколько. Вот, если, конечно, вы спрашиваете в комментариях, то я стараюсь всем отвечать, дублировать туда. Но так как у нас каналы выросли, и, естественно, комментариев очень много, особенно у Фёдора, и полторы тысячи, и две тысячи комментариев под видео. То, естественно, бывает такое, что мы можем не увидеть. Или если вы пишете много комментариев, не только на наш канал, а вообще в Ютубе, к примеру, там более, не знаю, 50 в день, то Ютуб может не пропустить. Вот, ни в коем случае мы комментарии никогда не удаляем. Бывает, конечно, такое, что пишут оскорбления, особенно если оскорбляют деток, да, такое тоже бывает. Мы просто блокируем. Что-то доказывать, естественно, в комментариях вообще нет смысла. А так 99% я вообще ничего не удаляю. Вот правда. Особенно если пишут про меня, там, про мою внешность, кому-то что-то не нравится. Ну, в модели я не собираюсь, поэтому какая есть, такая есть. Вот, давайте приступим к приготовлению всё-таки кекса. Я не только кекс в этот день готовила, но и блинчики. Я сейчас вот рассказываю, а Фёдор смеётся, говорит, сейчас тебе подписчики начнут писать, куда тебе блины худей давай. Ну, мои хорошие, я готовлю, естественно, не только для себя, но и детки у нас есть, плюс у Фёдора тяжёлая работа, и ему нужна такая сбалансированная еда. Да, плюс выпечку я стараюсь всегда выпекать сама дома, и мы в магазинах очень мало покупаем, особенно конфеты вообще нет. Итак, для кекса мы все ингредиенты, которые я в описании под видео оставлю, перемешиваем. Сначала желательно яйца с сахаром взбить, ну, а потом остальные ингредиенты. Тесто получается такое довольно-таки густое. Его можно перемешать и миксером, как вот я в данном случае, либо кухонным роботом, но у меня кухонный робот сейчас готовит. Либо ложкой, либо венчиком. Делите тесто на две части. Первую часть вливаете в форму. Сверху ягоды. Я взяла смородину, у меня замороженное. Очень вкусно со смородиной, обязательно приготовьте. Ну, или замените её клубнику, положите малину, неважно, всё на ваш вкус. И вливаете вторую часть теста. Отправляем в духовку, заранее разогретую, 180 градусов, на примерно 30-35 минут. И после того, как ваш кекс будет готов, вы его достаете, немного остужаете. И вам понадобится сверху промазать ещё кремом. Для крема берёте сметану 20% плюс сахар. Я ещё добавила ванильный сахар. Это уже по желанию. Перемешиваете, покрываете весь кекс сверху сахарной пудрой. И отправляете в холодильник где-то на 30-40 минут. Но мы разрезали сразу. Хотя я вам советую, мои дорогие, всё-таки отправить его в холодильник. Тогда сметана застывает, и он получается безумно вкусно. Вот обязательно приготовьте. От души вам советую. Всем, кто пьёт чай или кушает, приятного аппетита и чай пить. И на этом видео я буду заканчивать. Всем огромное спасибо, что досмотрели его до конца. Хорошего вам всем настроения. Увидимся совсем скоро в следующем видео. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»